Сегодня в столице Коми ученики 11 классов написали пробное сочинение. Процедура уже по-настоящему повторится 3 декабря. Итоговая оценка станет допуском к ЕГЭ. Школьникам предложили на выбор три темы. Предсказуемой оказалась только одна о творчестве Михаила Лермонтова, 200-летие которого отмечают в этом году. Наряду со старшеклассниками сочинение писали и журналисты. Своеобразный эксперимент провел Минобраз региона. Что из этого получилось, расскажет Любовь Лапина. В 9 утра у Коми национальной гимназии выстраивается очередь. Ход в помещение строго по паспорту. И только при наличии фамилии в списке сдающих ЕГЭ. Всех участников встречают организаторы. Они разводят выпускников по классам. Для сдающих уже заранее определены места. За столом может сидеть только один человек. Никаких телефонов и сумок. С собой только паспорт, черная гелевая ручка и бланки для сдачи. В каждом классе по два проверяющих. Списывать в таких условиях бесполезно. В отдельном кабинете собирают журналистов. Порядок ничем не отличается. Опытные графоманы после четких и жестких инструкций начинают немного нервничать. Я шла сюда совершенно не волнуюсь. Но пока нас 4 раза проверяли паспорт, объясняли все это, я стала волноваться. Поэтому я немножко ощущаю, что чувствуют выпускники сейчас. Второе впечатление. Я конечно не ожидала, что будут такие темы. Накануне журналистами провели работу. Им выдали список с примерными темами. За один вечер основательно подготовиться, понятное дело, невозможно. Выбирали из того, что более-менее помнят. Так Полина Романова изначально остановилась на теме взаимоотношения отцов и детей. Впрочем, на экзамене ее ждал сюрприз. Темы не просто не соответствовали заявленным, даже отдаленно не подходили. Ну опять же, эту тему я представляю, как сложно сейчас выпускникам. Я думаю, что они берут все первую тему, чтобы посоветовали прочитать другу из Лермонтова, там, герой нашего времени, какие-то, может быть, отдельные лирические произведения. Потому что для двух вторых тем необходим жизненный опыт, которым они не обладают. Поэтому темы реально сложные. В итоге Полина выбрала тему, можно ли обойтись без книг, как и ее коллега Елизавета Мелехова. Впрочем, в отличие от главреда финногорского портала, который в своем сочинении собирался опираться преимущественно на русскую, классическую и современную литературу, журналистка БНК больший упор решила сделать на зарубежную литературу. Темы, вот эти две последние, они очень обширные. То есть, если знать, о чем писать, если как-то сесть, подумать, собраться, то, естественно, на эту тему что-то можно сообразить и придумать. Но школьникам, вероятно, собрать все мысли воедино, когда они готовились по школьной программе, когда они держат в голове какие-то произведения, о которых им говорили и которые их рекомендовали использовать, возможно, им как-то встроить вот эти вот свои знания в эти темы будет достаточно сложно, мне кажется. Еще одна проблема, которую отметили журналисты. Век цифровых технологий писать от руки, да еще почти 4 часа, столько отведено на написание итогового сочинения, очень сложно. Впрочем, со своей задачей все без исключения справились. Сегодня эти работы точно так же мы сдаем нашему главному организатору, в нашей гимназии получается. Вот и они отправляют эти работы в Рецока. В полной мере проверить свои знания и литературные навыки журналисты не смогут. Оценки на первом пробном ЕГЭ не выставляются, только зачет, либо незачет. Любовь Лапина, Олег Юшков, телеканал Юрген, Сыктывкар.